ГИБДД готова оказать любую помощь в обучении безопасной езде на электросамокатах. Об этом 31 августа сообщила РИА Новости со ссылкой на замначальника управления ГИБДД по Москве Евгения Логиновского. Идея внедрения в общеобразовательных школах курса по обучению езде на электросамокатах в начале июля была высказана начальником научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрием Митрошиным. Он заявил, что такой вопрос необходимо решать на государственном уровне, разработав программу подготовки с нужным количеством учебных часов. Мы только за. Мы за любую пропаганду безопасного поведения людей на дорогах. Конечно, в первую очередь детей, поэтому мы готовы. Более того, мы готовы оказать любую методическую и практическую помощь в продвижении данного вопроса, заявил Логиновский. Он добавил, что Москва может стать первым российским городом, в школах которого появится подобный курс. В сентябре 2021 года Минтранс представил финальную редакцию поправок к ПДД, которые вводят правила использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, СИМ. Они выделяются в отдельную категорию транспортных средств. В качестве приоритета закрепляется их передвижение по велоинфраструктуре. Поправки до сих пор не утверждены. Ранее сообщалось, что в России по итогам января-июня 2022 года зарегистрировано 370 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, то есть электросамокатов, моноколес, гироскутеров, сигвеев и ТП. Динамика относительно результата годичной давности, плюс 174%, почти в два раза.